МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, телерадио компании Гомель, у студии и працуя Светлана Князева, глядите в этом выпуске. Воинские звания, узнагороды и слова подяки. Сегодня у Гомеля ушановывали воинов-интернационалистов. Работа со зворотами старшиня комитета по праце занятостей социальной обороны Петр Шутько провел прием громадян и прямую линию. Выдатник Аховы Здароя. Высокую узнагороду отримала головный позаштатный ревматолог региона Галина Дундарова. Выбор для соправдных батьков. У Мазыры открыли тата-залу. А зараз об этом и иншим больше подрабязна. Начнем выпуск с выника кадрового авторка у Палаца незалежности. Александр Лукашенко назначил помощников президента. Инспектором по Минску стал Виталь Прыма. Пабреская в области – Анатоль Маркевич. Новые керовники у Новогрудским и Кличевским районах. Керовник державы звернул увагу, что у наступные два передвыборные годы необходимо показать людям умение выражать проблемы. Усим регионам придется у полным объеме выражать подобные непростые задачи. Пытание номер один – это экономика. Особное доручение тычилися сферы адукации. Говорячи об инциденции у Столбцовской школы, президент позначил проблему дисциплины и парадку. Следующая проблема, вытекающая из событий вчерашнего дня Столбцовской школы – дисциплина и порядок. Я сутки анализирую ситуацию и всякого рода разговоры на эту тему. Кто виноват? Все мы виноваты. И дело тут не только и не столько в интернете. У нас в школах полный бардак. Никогда такого не было. Не в советские времена, даже в переломный период. Обратите внимание на места массового скопления людей, прежде всего детей. Кадровые решения закранули и дипломатичный корпус. Керевником белорусской депмиссии в Испании и по сумершальнистю постоянным представником краины присутствующей туристской организации назначены Павел Пустовой. Посол Беларуси в Польше с этого часа Владимир Чушау. Протягиваем выпуск. Черговые воинские звания, медали и слова подяки. Сегодня у Гомеля ушановывали воинов-интернационалистов. Святочное мероприемство наведал наш корреспондент Олег Синтеров. Все началось с так званой Красавицкой революцией 1978 года в Афганистане. Еще раз в несколько месяцев Советский Союз заключил с этой республикой договор о дружбе и суперсовнестве. На подставе этого документа влады Афганистана взвернулись до советского керевництва с просьбой о допомозе по обороне завоевания в революции. 25-го снежня 1979 года в 16-е годы 30 хвилин по московским часе начался увод войсков. Афганцы сусаркали шуравей, як сябров. Сирот ты, кто першим почал выполнять интернациональный долг, был Иригор Городенко. Отношение для афганского народа было очень доброжелательно. Если по пути следовательства мы останавливались, всегда они подходили, интересовались. Спасибо, что приехали. Естественно, наша задача была оказание помощи. Сегодня войну в Афганистане называют первой антитеррористической операцией у наинокшей истории. На переддне 30-ти годы выводу обмежеванного контингенту советских войск, я ее уденьки зну собрались и разом. Место сусречи областной музеи военной славы стало уже традиционным. У речи, это еще и символично, воины-интернационалисты стали достойными нащадками ветерану Великой Ачины. Слово подяки от керовництва в области и заслуженной у Знагороды. Старшине областной организации Белорусского союза ветерану войны в Афганистане Михаилу Жулькевичу присвоено звание подполковника запаса и усим афганцам медалей. У воинов-интернационалистов Шмату Знагород, у темнику боевых, орден Червоной Зорки, медалей за боевые заслуги и за отвагу, в эти дни они отримуют еще один медаль. 30 годов выводу Советского войска из Афганистана, скажут, что самим не верится. После закончания той войны прошло уже 30 лет. Зараз в Афганской области наличивается 3637 афганцев. В минулом году проведено обследование умов проживания их и семьи загинувших, заказанием необходимой допомоги. И еще одна важная задача захования исторической памяти. На наступном тыдне отбудется презентация книги «Афганский альбом. Замечание на далекой войне». Это будет уникальное выдание об людях, которые сумленно выконали свой воинский долг. Для нас в то время, солдат срочной службы, на самом главном было выполнить приказ Родины, свою присягу, свои обязанности. Политическую оценку сейчас многие деятели пытаются дать, но она не дана до сих пор. Надо, не надо. Такой вопрос для меня, честно говоря, не стоит. Для меня стоял и стоит вопрос одно – честно выполнить свой долг. Две годины на вращение питания у старшиня комитета по праце занятостей социальной обороны Петр Шудько сегодня провел прямую телефонную линию и особистый прием грамадян. Что хвалюет же хороу региона, подекавились и наши корреспонденты. Прессу социальных работников легкой назвать не як нельга. Только пенсионеров у Гомельской области амаль 390 тысяч. Плюс работа с непросущими, шмадетными семьями и людьми с обижованными физичными махчимостями. Первый звонок под час промой телефонной линии тыжится минавито гэтой категории, як отримать допомогу по доглядзе за инвалидом. На друге место – по колькости звонков и зворотов под час приему, отримание материальной допомоги и повышение пенсии. У гэтым годзе их помер плануется довести до узровню 40% от средней зарплаты. Але есть выпадки, коли пенсии повышаются после их перегляда специалистами социальных службов. Когда люди не понимают, почему у них низкий размер пенсии, они обращаются к нашим специалистам, чтобы подняли документы, посмотрели исходные какие-то документы. Специалисты всегда идут навстречу, поднимают личные пенсионные дела, пересматривают документы. Если есть какая-то возможность помочь людям, мы стараемся им помочь, направить запросы даже в какие-то другие государства. Если приходят ответы, все это анализируется. Иногда бывает, что человеку можно помочь сделать перерасчет пенсии, увеличить ее. Пытание, которое хвалюет многих же хоров Гомельской области – просолоткование. Все не только в Управлении по праце, занятости и социальной обороне Гомельского гарвы Канкама называют больше, как 3000 вакансий. Отповедную информацию можно знайти на сайте управления. А про шатаго у Гомеля постоянно проводятся дни предприемств, подчас яких можно отримать звездки об наемности прационных мест у конкретных организациях. Могчимость знайти работу повинна быть у кожного. Иншая справа, что никто этого сам не жадает, некому не дозволяя здоровье. Зачастую трудности, какие возникают при трудоустройстве, то, что запросы человека не всегда соответствуют нашим предложениям. Не всегда образовательный уровень и стаж работы, опыт работы позволяют реализовать те запросы, которые человек ставит перед собой. Ну, допустим, претендуют на должность, на которой требуется высшее образование, которого у человека нету. Либо претендуют на должность, в которой наниматель предъявляет определенный опыт работы. А этого опыта недостаточно. Олег Шненчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Выдатник «Аховы здоровья» Республики Беларусь. Такую знагороду отримала загадчик ревматологического отделения Гомельской областной клинической больницы главный позаштатный ревматолог региона Галина Дундарова. За шмотгадовую пленную працу, высокий профессионализм и великий особистый уклад в развитие и удосконаление системы «Аховы здоровья». О працонных буднях урача сюжет Марины Джалой. Когда я знакомилась с Галиной Дундаровой, то двойче отчиняла двери ее кабинета. Не верила, что эта молодая женщина отработала в Гомельской областной клинической больнице 35 лет. Зараз пропоную познайомиться с ей и вам. Валентина Гулевич в ревматологическом отделении не в першиню. А после года лечить тут хворобы суставов регулярно. Свою Галину Георгиевну, как и другие пациенты ревматологического отделения, чекает с нетерпливостью. Урач не только сделает необходимые призначения, а лишь пытается про настрой, подбадерить. Галина Георгиевна – это душевный человек. Она ко всем относится с душой. Милая, добрая и знающая. Это врач от Бога. На вопрос о эффективности лечения Валентина Гулевич приводит вельми яскравый приклад. Слава Богу, я говорю, приходишь на двух кастелях, а уходишь уже и порой под мышку прячешь их, потому что уже не надо. Поэтому лечение хорошее назначают, все отлично. Алинии леками одними. Галина Дундарова допомогает своим пациентам и властным прикладам. Здоровый лад життя, контроль ваги и уважливый подход к рациону. Выник таких относину до своего здоровья видовошный к каждому. То есть, каким настроем человек идет на свою працу, а в вечер и до дому уплывая на душевную равновагу. А еще, дает параду Галины Дундарова, треба меньше сподеваться только на чудовую силу леков и больше часу тратить на профилактику хвороб. Секретов нет, наверное, и генетика, и здоровый образ жизни. На какой вот здоровый образ жизни, чего вы придерживаетесь? И, наверное, исходя из собственного опыта, вы советуете что-то своим пациентам, кроме медикаментозного лечения? Ну, конечно. Здоровое питание, не переедать, следить за весом, заниматься зарядкой. Ну, и какие-то легкие косметические процедуры. И всегда быть в хорошем настроении. Про ревматологичное отделение уход проходит около 1300 пациентов. Некоторые хворобы частей з'являются у женщин. Например, ревматоидный артрит альба волчанка. Мужчины частей хворают на подагру. Большость пациентов трапляет сюда с захворываниями суставов. У отделения, которое Галина Дундарова, означаливая 8 годов, оказывается, бодай у весь спектр необходного лечения. И только у вельми редких выпадках хворых отправляют у столицу. Марина Джалая, Василия Сепцов, Телерадо и компания «Гомель». Библиотека Паскевича. История дожунёй у полтора ста годзе. Сегодня у Гомельской областной библиотецы имя Ленина презентовали сборник доследования у книжной коллекции князёв Паскевича. На сторонках выдания собраны материалы по вывучению документальных и литературных помников, кауз уникальной княжеской библиотеки. Доследчая работа почалась и аше в 2001 году. Тогда у областной библиотецы открыли отдел редкой книги. Его супрацовники на протягу 18 годов старанно выучали захованную частку великой книжной коллекции князёв Паскевича. О том, что это уникальнейшее книжное собрание, становится понятно только из одного документа. Нами в Национальном историческом архиве обнаружена опись имущества, переданного в наследование Ирине Ивановне после смерти Фёдора Ивановича. И датируется она августом 1903 года. Так вот, в этой описи идёт подробное описание в отраслевом разрезе всех книг, которые были в этой библиотеке. И общее число томов, папок и футляров, как там вот прямо дословно вам цитирую, 14 696. Удельникам мероприемства рассказали цікавые факты про библиотеку князёв Паскевича. Приватная коллекция была доступна городжанам. Отповедно правилам, на дом брали по одной князе и не более чем на два тыдня. С редкими выданиями, рукописами и манускриптами можно было ознайомиться только у стенах библиотеки, якая працавала для наведывальников по ауторках и четвергах. Гэты, а так само и шешмат инших доследших открытий, можно знайсти у князе «Библиотека Паскевича». История да уже нею у полтора ста годзя. Хутка, ее экземпляры отправятся у буйные библиотеки краины. У Мазары дали старт республиканскому семейному проекту «Тата зала». Кожную суботу батьки с детьми могут активно провести час у спортивной зале 11-й школы. Абсолютно бесплатно, с корыстью для здоровья и семейного добробыту. Могчимость новой пляцовки оценили наши мазырские коллеги. Социальный проект «Папа зал» уже некольких годов поспехово развивается в Беларуси. И на решетку пришел в мазыр. В школе номер 11 у «Рашиста» открыли пляцовку выходного дня, куда могут приходить «Таты» с детьми, займаться спортом, гулять, обмениваться особистыми историями и опытом. Зала открыта по субботах с двух до четырех годин. И главное, займаться можно абсолютно бесплатно. Целью нашего сегодняшнего мероприятия было показать детям, что папа – хозяин семьи. Он сильный, он ловкий, он мужественный. И в тяжелой ситуации он всегда окажется рядом. У мазары таки клуб «Здорово галаду життя» – пакуль один. Але не выключено, что з'явятся ищем. Таким чином организаторы различиваются сгуртовать батьков и их детей. Белорусский республиканский союз молодежи очень благодарен нашему отделу образования Мозорского районного исполнительного комитета, администрации нашей средней школы номер 11, за то, что они поддержали такой замечательный, добрый семейный проект, как папа-зал. Мы со своей стороны тоже подготовили подарки всем маленьким участникам этого праздника. Ну а также небольшие подарки для школы в виде спортивного инвентаря, который, мы надеемся, очень поможет в реализации данного проекта. Первые гости тата-залу уже оценили его мягчимости. Тут и шведская стенка, и теннисные столы. Городки для самых маленьких, мячи, маты. Розные виды активности различены на детей от 3-4 года. Мы очень долго думали, как открыть этот проект. Волновались, получится, не получится. Услышат папы, поддержат инициативу. Но нужно дать должное. Я пообщалась с председателем Совета отцов Гомеля. Инициатива открытия папа-залов принадлежит именно ему. Он поддержал, помог необходимой документацией, зарядил, наверное, энергией. Отправляючися в тату-залу, не забудьте взять зменную вопротку и обуток для себе и детей. А вот мама хай застанется дома. У гэты дитячо-мушинский клуб дам не примают. Покидаючи им махшимость хотя бы некольких годин у тыдень взять от подшинок у нелегкой працы быть мамой. Катярына Юрченко, Святлана Груцько, Вячеслав Перасыпкин. Телеканал Мазыр. Специально для телерадио компании Гомель. Зима не вернется. На гэтым тыдне адлига протягнется на большей части территории Беларуси. У нашей в области в ближайшие сутки будет воблачно и без опадков. У ночи слубки термометров покажутся до минус 2 градусов у день кали нуля. У шатвер захавается подобный температурный фон, але махшимы мокр снег. Дождь и до 3 градусов тепла у прогнозе на пятницу. На выходных будет до 5 с плюсом. Гэты и иншэ новини вы можете знайсти на нашем сайте. У интернеті по адресі www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершен. Дякую за увагу. И до встречи у эфіра. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Жителю Рогачёва, который избил 12-летнего мальчика на спортплощадке, вынесен приговор. Мужчине дали полтора года химии, то есть сидеть ему в исправительном учреждении открытого типа. Кроме того, хулигану придется выплатить матери пострадавшего 60 рублей в счет возмещения материального вреда и 4000 морального вреда. Согласно материалам дела, конфликт произошел в одном из дворов райцентра во время игры в футбол. Подросток промахнулся по мячу и ударил по ноге 7-летнего игрока. В ответ отец последнего избил обидчика. Отметим, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. В Мозре остановок стало на одну меньше. Причем сделано это было проезжающей мимо Ауди. Легковушка буквально снесла металлическую конструкцию. Как сообщили в ГАИ региона, по предварительной информации, всему виной неправильно выбранная скорость движения. И к тому же водитель не учел погодные условия. Отметим, что в ДТП никто из людей не пострадал. И в продолжении дорожной темы. На территории нашего региона только за сутки зарегистрировано 24 ДТП. По-прежнему актуальной остается проблема непропуска пешеходов. Одно из таких нарушений стало причиной очередного происшествия. Оно случилось на улице Полесской областного центра. Предположительно, виновник – водитель Рено Сантера. Совершил наезд на 75-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулированному пешеходному переходу. В результате происшествия женщина получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в Гомельскую областную клиническую больницу. После оказания медицинской помощи женщина доставлена домой. Сотрудники ГАИ помогли в раскрытии преступления. Местом действия стал 49-й километр автодороги Р-38. Там была остановлена фура, в кузове которой перевозили стелята. Как отметили в УВД Гомельского облсполкома, подозрения у милиционеров вызвали документы на транспортировку. Их подлинность вызывает сомнения. Гражданин вместе с автомобилем были доставлены в Чичерский РУВД для дальнейшего разбирательства. Поголовье крупного рогатого скота передано на ответственное охранение. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжает новости спорта. В студии Павел Михно. Состоялись очередные матчи чемпионата Беларуси по волейболу. Гомельская энергия встречалась с БТБГУФК и одержала уверенную победу 3-0. Западный БУК одолел МОПИД 3-0, РУГОР-2001 проиграл Легиону 0-3. Строитель потерпел поражение от Шахтера 2-3, а Марка ВГТУ победил коммунальник 3-0. Лидером этого чемпионата остается Строитель. Он имеет в активе 84 очка. От него на 2 балла отстает Шахтер. Замыкает тройку Гомельская энергия. У нее 71 балл. За ними и тут Марка ВГТУ и Легион. У них по 53 и 46 очков соответственно. БТБГУФК занимает 6-ю позицию с 41 баллом. За ним расположился РУГОР-2001 с 26-ю и Западный БУК с 24-мя очками. Девятую строчку занимает МОПИД 17 баллами, а замыкает турнирную таблицу коммунальник. У него в активе всего 6 очков. К слову, волейболисты Гомельской энергии провели мастер-класс в лицее МЧС. Это событие приурочили к 124-летию основания волейбола. К тому же участники тренировки с кумирами учатся в спортивном классе по направлению волейбол. Это экспериментальный проект. Он же единственный на всю страну. Ученики этого класса имеют все шансы со временем попасть в фармклуб энергии. Сегодня наш приезд обусловлен тем, что команда профессионалов покажет свои навыки. И уверены, что дальнейшее сотрудничество будет только идти вперед и вперед. В программе мастер-класса совместная тренировка, а после – общение ребят с кумирами. Волейболисты надеются, такие встречи станут регулярными. Хотелось бы, естественно, позаниматься с детьми, действительно продемонстрировать свое мастерство. И вот, ну, просто пообщаться с ними, чтобы вот, ну, помочь. В товарищеском матче «Локомотив» оказался сильнее «ЮАЗ» из Житковичей. Счет на табло открыли и железнодорожники. На 27-й минуте Козловский забил первый мяч. До перерыва игроки не порадовали зрителей голами. А вот на 60-й минуте Козловский оформил дубль ворота соперников. Через 5 минут Лавренчук из «Локомотива» увеличил счет в пользу железнодорожников. На 79-й минуте Шрейтер из «ЮАЗ» забил ответный мяч. Последний гол встречи оформили футболисты «ЮАЗ» с пенальти в дополнительное время. Однако этот мяч ничего не решил. После свистка победу праздновали гомельчане. Регбийные команды «Гомель Акватра» и «Севен Линкс» вернулись в фестивале снежного регби «Лютый кубок». Мужская команда «Кватра» в своей подгруппе стала первой и заработала 6 очков. Ее соперниками были дружины «Зеленоград» и «Вгуир Минск». В одной и второй финала гомельчане победили «Минскую степянку-300», а в финале боролись чемпионами 2017 года командой «Хоругва». Игра закончилась со счетом 5-4, а главный трофей уехал в «Гомель». Среди женских команд за звание чемпиона боролись «Севен Линкс» из «Гомеля» и «Минская гражданочка». В обоих матчах «Фортуна» оказалась на стороне гомельчанок. Они победили со счетом 4-2 и 6-3 и стали двукратными чемпионками фестиваля снежного регби «Лютый кубок». Турнир Европейской теннисной ассоциации «Спартак Кап» пройдет в «Гомеле». Участниками соревнований станут игроки до 12 лет из Беларуси, Украины, России, Молдовы, Литвы, Латвии, Польши и Турции. Они будут сражаться за победу с 15 по 23 февраля. Площадкой для встреч станут крытые аккорты Гомельского областного центра Олимпийского резерва по теннису. Открытие соревнований 18 февраля. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Павел Михно. Оставайтесь на Беларусь-4.